Елена Цыплакова, народная артистка Российской Федерации, советская и российская театральная и киноактриса, кинорежиссер и главный режиссер Московского областного театра драмы и комедии, член-корреспондент Национальной академии киноискусства и наук Российской Федерации. На рубеже 70-х и 80-х годов зрители восхищались ее Зоси Гнушевицкой из школьного вальса, Джан из клуба самоубийц или приключений титулованной особы, царица Елизавета из сериала «Гардемарины. Вперед!». В 2000-х годах на экраны вышло несколько ее режиссерских работ. Одной из последних стал телесериал «Свидетельство о рождении». В 2020 году приступила к съемкам фильма «Несломленное». Детство и юность. Лена родилась осенью 1958 года в семье ленинградцев Зои и Октября Цыплаковых. Она была вторым ребенком. Брат Андрей появился на свет немногим раньше. Родители-художники-графики воспитывали детей в творческой атмосфере. Отец-инвалид, у которого со времен войны были прострелены ноги, работал дома. Философ по своей природе. Он вел с маленькой Леночкой удивительные разговоры, которые запомнились ей на всю жизнь. Когда девочке исполнилось 6 лет, у Октября Ивановича обнаружили туберкулез. Зоя Васильевна настояла на отправлении Лены в интернат, чтобы та не заразилась. Артистка признавалась, что ей было обидно. Андрей, как и прежде, жил дома. А ей, маленькой, пришлось слишком рано узнать, что такое взрослая жестокость и несправедливость. Два года провела она в заведении, где воспитатели нещадно наказывали ребятишек за любую провинность. Так Цыплакова вспоминала, как вся группа стояла босиком на ледяном кафеле в туалете. Девочки пытались залезть на подоконник, где ищи Лене милосердно дуло, или встать потеснее, чтобы хоть как-то согреться. После одного из таких наказаний Лена попала в больницу, и только после этого мама забрала ее домой. Долгое время дочь не могла простить родителей, отношения были довольно сложными. Лишь по прошествии многих лет Цыплакова скажет, что те два года, по сути, сформировали ее характер. Дали ей возможность обрести стимул в жизни. Кино и театр. В школе Лена больше всего любила алгебру и химию, лучше всех одноклассников умела чертить. Брат уже учился в техническом вузе, и она собиралась поступать туда же. Но однажды к ее папе пришли в гости коллега с женой. Это были художник-мистик Николай Юдин и кинорежиссер Динара Осанова. Эта встреча перевернула жизнь Цыплаковой, поскольку именно ее Динара пригласила на главную роль Иры Федоровой в фильме «Не болит голова у дятла». Лена, как и другие ребята на съемочной площадке, не имела ничего общего с актерской профессией. Но сотворчество с режиссером и профессиональными актерами Николаем Гринько и Екатериной Васильевой увлекло подростка. Через некоторое время она снова снялась у Осановой в драме «Ключ без права передачи», где главных героев сыграли Алексей Петренко и Елена Проклова. К моменту поступления в московский ГИТИС у Цыплаковой за плечами было пять значимых ролей в кино. Первокурсница поначалу принимала помощь родителей, снимавших ей квартиру, но очень хотела зарабатывать самостоятельно. А когда Павел Любимов предложил ей главную роль в своей мелодраме «Школьный вальс», согласилась без колебаний. Попыталась скрыть этот факт от педагогов театрального вуза, в котором был категорический запрет на съемки во время учебы, но не вышло. Елену попросили покинуть ГИТИС. Девушка не растерялась и со второго курса пришла в АВГИК сразу на третий, сдавая экстерном около 15 экзаменов и попав в мастерскую знаменитой Татьяны Лиозновой и Льва Кулиджанова. Хоть в этом вузе закрывали глаза на съемки в кино, но студентка Цыплакова и тут сломала стереотипы, стала актрисой трупы малого театра, выходила на сцену с Михаилом Царевым в постановке «Вишневый сад», где играла Аню. К молодой коллеге относились по-разному. По словам Елены, прима театра Елены Быстрицкая и Руфина Нефонтова ополчились на выскочку, которая со студенческой скамьи стала претендовать на признание публики наравне с ними. Но старшее поколение трупы встретило Цыплакова доброжелательно. Царев даже помог получить квартиру. Окончив актерский факультет и поступив в труппу малого театра, неугомонная Елена снова поступила во ВГИК, на этот раз в режиссерскую мастерскую Владимира Наумова и Александра Алова. Ей исполнилось 22 года. За плечами почти столько же главных ролей в кино и театре. Она продолжила играть на сцене «Малого по договору», снималась в мюзикле «Мы из жаза», сериале «Д'Артаньян и три мушкетера», в фильмах «Счастливая Женька» и «Гардемарины вперед», но уже размышляла о новой творческой стезе. Несмотря на то, что спать приходилось по 3-4 часа, Елена успевала все. В 1988 году Цыплакова экранизировала повесть Владимира Маканина «Гражданин убегающий». Хотя короткометражная драма была ее режиссерским дебютом, сниматься в картине согласились весьма известные актеры. Владимир Заманский, Сергей Никоненко, Александр Пашутин. Премьера полнометражной криминальной драмы «Камышовый рай» состоялась в 1990 году. Главный герой, которого сыграл Николай Стоцкий, бродяжничает и попадает в подпольный лагерь азиатской мафии. Ему удалось не потерять человеческое лицо и не превратиться в бессловесного раба. Фильм завоевал приз жюри на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне как лучшее молодое кино. Критики были поражены, что столь напряженная психологически картина была снята режиссером-женщиной. Своей следующей драматической лентой Цыплакова вновь доказала, что ей по силам это традиционно мужская профессия. Речь о фильме «Над тебя уповаю» прекрасные актеры, сыгравшие главных героев Евгения Добровольская, Ирина Розанова, Владимир Ильин передали весь трагизм жизни ребят, попавших в детский дом. После премьеры Цыплакову обвиняли в излишней жестокости, но она отстаивала свое право показывать людям правду о том, как маленький человек стремится к сохранению личного пространства, достоинства, духовного начала. Самым долгим проектом Цыплаковой стал сериал «Кармелита. Цыганская страсть». 200 серий снимались на протяжении нескольких лет. Затем были новые телесериалы «Пока станица спит» и «Свидетельство о рождении». В последнем Елена снялась в главной роли. Криминальная мелодрама, в которой снялась также Елена Аросева, Илья Носков, Данила Дунаев, привлекла внимание телезрителей очередным накалом страстей и переплетением человеческих судеб. В 2019-2020 годах актриса сыграла мудрую соседку Нину в сериале «Сахата» Дарсунова «Сельский детектив». Личная жизнь Елены Цыплаковой. О первом муже, актере Сергея, с которым Елена познакомилась в Малом театре, Цыплакова предпочитает умалчивать. Но ее коллеги вспоминали, что студенческий роман был бурным. Пара расписалась на гастролях в Риге, пригласив свидетелей Ирину Печерникову и Бориса Галкина. Брак распался через год. До этого юная актриса свела с ума ни одного ловеласа. Ухаживать за ней пытались Андрей Кончаловский, Валерий Приемыхов, Михаил Боярский. Страстный роман ей приписывали с Дмитрием Харатьяном. А о ней и Виталии Соломине вообще ходили слухи, как о будущих мужа и жене. Но жена Соломина ждала второго ребенка. Лена же, якобы узнав об этом, на зло возлюбленному в 1984 году вышла замуж за стоматолога Сергея Липеца. С ним она прожила 13 лет. В этот период Сыплаковой произошло немало трагических событий. Так, попав на операционный стол с банальным аппендицитом, Женщина из-за халатности врачей лишилась возможности стать матерью. Лечение от бесплодия гормонами ничего не дало, кроме сильного набора лишнего веса. Актриса перестала сниматься. На кинофестивале в Африке Сыплакову ждала еще одна беда. Она заболела малярией. Приехав домой, она обратилась к врачам. Но те долго не могли установить верный диагноз. В результате неправильного лечения был нарушен обмен веществ. Вскоре у Елены диагностировали еще и диабет. После длительной депрессии она развелась с мужем, взяла себя в руки, снова стала снимать кино. О личной жизни больше не думала. Когда Сыплаковой было уже за 45, она случайно познакомилась с Павлом Щербаковым. Он остановился, чтобы помочь ей заглохшей машиной. Мужчина узнал актрису, завязался разговор. Их отношения поначалу были дружескими, но со временем сердце Елены оттаяло. И в 2005 году пара официально зарегистрировала свой брак. Когда Сыплаковой исполнилось 50, они с мужем обвенчались в Лефортовском храме Петра и Павла. Сыплакова давно стала истинно верующей христианкой и приобщила к православию и супруга. Юля, дочь Павла от первого брака, часто забегает в гости. Им с Еленой есть о чем поговорить по-женски. Субтитры создавал DimaTorzok